Видеорегистраторы должны стать помощниками в выявлении нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД совместно с автоперевозчиками разработали алгоритм взаимодействия. Вергина Мотивасяна видела, каким образом происходит сбор и передача информации о выявленных нарушениях на дорогах. Сотрудник ДПС остановил автобус 23 маршрута, когда в нем были журналисты. Все оказались в транспорте, потому что, говоря телевизионным языком, набирали картинку для будущего сюжета. А за несколько минут до этого этот же сотрудник остановил водителя легковушки за нарушение ПДД. Доказательством тому должно было послужить видео с регистратора нашего автобуса. Посмотреть видеозапись решили на месте. Видеорегистратор зафиксировал нарушения впереди идущего автомобиля. Встречный поток останавливается, чтобы пропустить пешехода. Движется пешеход. Транспортное средство, которое должно, в соответствии с правилами дорожного движения, предоставить преимущество движения. Теперь это видео станет доказательством к административному материалу, которое было составлено в отношении нарушителя. Таким образом, все увидели, как происходит сбор и передача информации о выявленных нарушениях. Регистратор фиксирует не по одному случаю в день. С каждым годом все сложнее и сложнее на дороге. Так что я считаю, что пользу очень приносит большую нам. И мы же, если что-то там произошло, всю информацию отдаем безопасность дорожного движения. А они уже действуют, отдают ГИБДД. В этом автобусе установлено сразу две камеры снаружи и внутри. 23 маршрут стал первым, на котором решили провести эксперимент. Руководители ГИБДД и автотранспортных предприятий договорились о взаимодействии. Последние предоставляют материалы видеозаписи для привлечения к делу в случае каких-либо дорожно-транспортных происшествий. Алгоритм взаимодействия все еще только налаживается, но результаты они всегда есть. Во-первых, водитель не может повлиять на запись видеорегистратора. Это все работает абсолютно от него отдельно. И он всегда знает, что и его действия записываются, и действия других участников дорожного движения. Это решает проблемы, в первую очередь, касающиеся дисциплины. Водители общественного транспорта часто являются свидетелями грубых нарушений ПДД, совершаемых другими участниками дорожного движения. Для максимально оперативного реагирования водители по рации через центральную диспетчерскую службу могут сообщить дежурную часть ГИБДД о нарушениях на дороге. В свою очередь, инспекторы ДПС незамедлительно будут принимать меры по привлечению права нарушителя к административной ответственности. Кроме того, оборудование заметно дисциплинирует и самих водителей автобуса. Мы это все просматриваем, они уже меньше стараются нарушать правила дорожного движения, так как за каждое нарушение ПДД мы вызываем их обязательно на комиссию по безопасности дорожного движения. И привлекаем их сами, если мало ли что, то лишаем премии и так далее. Дисциплинарные у нас воздействия на них тоже есть. Сегодня большая часть автобусов оснащена видеорегистраторами. Подобное оборудование в скором времени должно появиться на всем городском транспорте. В конечном итоге, все это направлено на повышение безопасности дорожного движения. Вергина Матевосян, Максим Козлов, Вести, Киров.